Из дневника Чухломского купца Ивана Июдина. Из Первопрестольной выехали в субботу на телегах, но через четыре дня на оных ехать было нельзя. Товар переложили на сани. На Валдае пришлось тащить все в гору, на себе. Я так ногами своими разбился, что ступать не мог. Носки в кожаных сапогах и задрались все, и маялся я болями все две недели пути до самой Чухланы. Спустя почти 200 лет мы по этой же дороге, как и купец Иван Июдин, едем в Чухлому. В окне мелькают вековые сосны и ели, изредка деревни, укутанные снегом по самые окна, поля да извилистые речки. Ощущения, словно мы затерялись во времени, остались где-то в прошлом, и дороги обратно просто нет. Реальная глухомань. В русской классической литературе Чухлама упоминается как какое-то захолустье, забытый богом уголок. Классикам нравилось это слово, которое непереводимо вообще на русский язык. Неизвестно оно какого происхождения, и они его почему-то ассоциировали с чем-то таким неведомо глухим. Медвежий угол, наверное, то, что здесь таких следов цивилизации, что ли, нет, ни крупных, так сказать, ни каких-то предприятий, ни дорог. И вообще, если сравнить там, скажем, с такими мегаполисами, как Москва, Санкт-Петербург, то, конечно, наверное, будет медвежий угол, потому что сколько деревни исчезло. Вот мы стоим, деревня Салукова, пожалуйста, на бугре была. Где она? Я еще был когда маленьким, я застал здесь, дом стоял был один, жили люди. Сейчас это увы. Поэтому действительно превращается медвежий угол. Поля у нас зарастают лесом, сейчас по деревням ходят уже звери дикие, и лось, и заяц, и медведи. Нынче мы были, в деревне дома стоят, а медведь приходил на огород яблоками лакомиться. Дома еще стоят даже еще. Только что жителей там уже нет. Все, покинули тоже деревню нынче. Сейчас в Чухлами работы нет. Совхозы или схозы разорены. Простым людям приходится как-то приспосабливаться к современным условиям жизни и надеяться только на себя. Меня никогда не тянуло в город. Никогда. Суета, моета. Здесь я у себя дома. Отец у меня работал в лесоучастке, трактористом. Потом в лесхозе работал. Мать работала всю жизнь в Доме культуры. Санимались хозяйством, крестьянами, конечно, но кто же еще. Призвание, наверное, было к земле. Где родился, там пригодился, наверное. Ну, хозяйство началось, мы с супругой поженились, завели корову себе, подержали какого-то время, завели еще одну. С работой уже была проблема. И мы решили расширить хозяйство. Купили несколько телят. Стали держать, косить сами, кормить. Вот, значит, мое хозяйство. Грабли ГВК-6 для синокоса. Косилка роторная, КРН-2.1. Плук, телеги, разбрасыватель органических удобрений. Все пока отдыхает от жаркого лета. Без этого просто невозможно. Без трактора в деревне никуда. Как говорится, и кормилиц, и поилиц. И снег разгрести. Вся тяжелая работа, вся на нем. Потому что руками это вот на 10 голов вдвоем заготовить кормов, это просто нереально. Надо механизацию какую-то. Пришлось собирать технику старую, ремонтировать. Собирали по крупицам. Я ездил в Бунь, была выставка там по сельскому хозяйству. Сеялка 900 тысяч, грабли 300 тысяч. Вот где, понимаете, взять крестьянина, трактор там миллион с лишним. Где взять денег-то таких? Труп тяжелый. А что делать? Есть такое слово, нужда. Помогает выстоять. Потому что надо кормить семью. Накормить детей. В школу, сами знаете, как сейчас все дорого. Покупать книжки, не знаю, одежду, все что угодно. Самим кормиться как-то надо. Из дневника чухломского купца Ивана Июдина. Истинно, что? Суета-сует, всяческая суета. Человек суетится целый век, счастье найти себе желает, а того не знает, что судьба Божия им управляет. Эта книга подтверждает. Завел ее человек, а пользуется другой. И он того не знал, что я для него припасал. Так начинается дневник, длиною в 60 лет, чухломского мещанина, а затем купца Ивана Июдина. А когда мне попал в руки вот этот дневник моего прапрадеда Ивана Васильевича Июдина, то я вообще вот им увлекся. Честно говоря, я сидел до часу, до двух часов ночи расшифровывая его, так сказать, записи. У меня, можно сказать, невозможно было оторвать от этого. Почерк довольно сложный. Пришлось, я даже, честно говоря, отдельно буквы выписывал, потому что, допустим, мне многие понятны, а одну букву там какую-то непонятную. Я ее выписывал, потом по смыслу старался понять. И вот поначалу он мне давался с большим-большим трудом. Это читательный дневник. Начал он где-то его писать в 1820 году и закончил буквально за два дня до своей смерти. То есть в декабре 1882, 11 числа он его закончил, а 13 числа он уже умер. Там очень много я узнал для себя нового. Я почувствовал родственную связь с человеком, которого я в жизни никогда не знал, не слышал. Без рук я читаю его слова, так сказать, можно сказать, разговариваю с ним впоследствии вот этого дневника. Напротив Чухломы, на высоком холме, на берегу озера, величаво стоит Авраамиево-Городецкий монастырь, основанный учеником Сергия Радонежского, преподобным Авраамием Чухломским. Пять веков процветала обитель, славилась на всю Русь своими традициями и святыми источниками. Спустя полгода после легендарного выстрела Авроры в октябре 17-го красный флаг торжественно водрузили и в Чухлами. Вскоре монастырь закрыли. Кресты с маковок, серебряные оклады и колокола нужны новой власти, чтобы быстрее построить светлое будущее для всех трудящихся. А попы и монахи не нужны в расход. Священник храма отец Ефимий, последний монах Авраамия Городецкого монастыря, ему чудом удалось спасти плащаницу с гроба преподобного Авраамия. И плащаница эта хранилась в Успенском храме. Батюшка отец Ефимий, Павел Александрович Пикалев в миру. Сам он из Пикалева, из-под Ленинграда родом. Отец Ефимий высокий, красивый, с прекрасным голосом. Очень любил детей. Когда ходил на службу, у него в карманах постоянно были конфеты. Встретит ребенка, погладит по голове, всегда одаривал конфетками. Осенью 1936 года батюшку арестовали, а было ему в то время всего 40 лет. Свой арест он уже предчувствовал. Это было в Медовый Спас, 14 августа, последняя его служба. Он сказал, все равно меня арестуют, так что простите за все, но, наверное, больше мы с вами не увидимся. Вскоре батюшку арестовали. Обвинили в контрреволюционной деятельности и в том, что якобы он является финским шпионом. 26 августа 1937 года в числе других 40 чухломячей батюшка был расстрелян. Из дневника чухломского купца Ивана Июдина давеча всей семьей были на службе в монастыре, поклонились святым мощам преподобного Авраамия, молился о здравии детей своих, допросил помощи в делах торговых. Вот отсюда наши именитые купцы торговали с Англией, Нидерландами, Францией. Чухлома – это древний купеческий город, но особенно славен был в Чухломе род купцов Июдиных. Начало его уходит своими корнями в глубокую старину. Еще в переписи 1613 года упоминается некий Ивашко Июдин, посадский человек. А уже его потомок, Федор Иванович Июдин, купец первой гильдии, был занесен в Санкт-Петербургскую бархатную книгу российского купечества. Это был удивительный человек. Его корабли бороздили северные моря, доставляли в заморские страны пеньку, сало, кожи. Оттуда в наш небольшой городок везли заморские вина, в том числе и шампанское. Вот этим славным напитком поил Федор Иванович здешних граждан. И они с удовольствием потребляли дорогое шипучее вино. Когда я перебирал материалы по истории города Чухломы и рода Костромича Июдиных, она включает в себя практически все переписи населения, то в некоторые года большая часть населения города Чухлома фамилия носила Июдины. Но Елизавета Ивановна Июдина, моя прабабушка, является дочерью чухломского городского головы Ивана Ивановича Июдина, который 42 года был городским головой. Наверное, в истории Чухломы такого больше не было. Городской голова Иван Иванович Июдин, кстати, очень хозяйственный человек. Про него чухломичи даже распевали песни. Сохранилось небольшое четверостишее, потому что Иван Иванович был человеком дотошным. Он доставал людей постоянно тем, что напоминал им о том, что они обязаны сделать. И чухломичи говорили, что однажды бог Золотого Трона, смотря на чухлому, спросил, а кто здесь голова? Ворона, сказал архангел Гавриил. Так вот, жители Ивана Ивановича прозвали Вороной, потому что он постоянно долбил. И долбил в одно место, пока не добивался нужного ему результата. При нем город имел замечательный облик. На старинных фотографиях чистота, порядок. Печи топили, как и сейчас, но ведь даже щепочки в канаве не было видно, не говоря уже там о каком-то мусоре. Не было никаких поленец, не было никаких завалов. Все было очень культурно. По указанию городского головы Ивана Июдина, на месте старой полуразрушенной крепости был разбит городской парк для отдыха. Сейчас мы с вами идем по древнему валу, который окружал эту небольшую крепость. Но вал крепостной до сих пор впечатляет. Старинное городище – это территория современного городского парка. Городище занимало не такую большую площадь, но это была укрепленная, мощная крепость, деревянная. Волы были глиняные. Их поливали специально водой. Зимой они были ледяные, летом очень скользкие. И в случае нападения, которых, как считается, на наш край было совершено 15. Василий Шемяка, галеческий князь, он построил эту крепость для защиты жителей от набегов казанских людей. Казанские люди вместе с черемисами объединялись для грабежей. Они ни разу не взяли крепость. И был такой интересный случай. В 1609 году отряды пана Лисовского город наш окружили. Они пытались крепость взять, но не смогли этого сделать. Все жители, которые находились в крепости, молились перед иконой святителя Николая, которая считалась чудотворной, о спасении города от врага. И пан Лисовский вынужден был уйти к Солегаличу. И вот одно из болот называется Казимирово. И до сих пор, потому что отряд пана Казимира какого-то загнали в это болото и уничтожили. Чухломская земля славилась не только ратными подвигами, рачительными купеческими семьями, но и крепкими крестьянскими хозяйствами. Где они теперь? Сгинули, наверное, где-то за Уралом и в Сибири в страшные годы коллективизации, когда 45 крестьянских семей назвали кулаками и выслали в одночасье. Вот тогда-то и стало выгодно быть бедным. И до сих пор чудо возрождения сельского хозяйства не произошло. Почему? Трудно сразу найти ответ. Раньше на поселке ну у каждого была скотина. Коров, две там. Овец держали много. Овец держать было выгодно. И шерсть принимали, и мясо было дорогое сдавали. А сейчас ничего не выгодно стало. Не знаю, сейчас что выгодно. Наверное, парфюмерой торговать выгоднее, чем заниматься скотиной. Продукцию-то девать некуда, по большому счету. И так-то дешево ее, ее девать некуда. Вот просто вот свиньям молоко вот выливаем вообще. Солярка 25 рублей литр, а литр молока 8 рублей. Ну как это понимать? Так же и с мясом проблема. 130 рублей, выше не прыгнешь. Максимум я за одного получу 25 тысяч за полтора года. Если все раскинуть это по месяцам, так это я в убытке остаюсь. Не знаю, что дальше будет. А с каждым годом хуже, понимаете, происходит. В этот год еще хуже, чем вот был. А на следующий год вообще не знаю, что будет. Вот как же руки-то не опустить? Охота вот все продать, вот к чертовой матери, все вообще, в металлолом, всю технику, все. Телят всех сдать по дешевке и плюнуть на все. Из дневника Чухломского купца Ивана Июдина. Что есть человек? Произведение мира сего. А мир – существо видимое, окружающее нас. Вся сия вселенная, в какой мы с прочей тварью – земля, вода, воздух, небо, солнце, месяц и планеты. Все сие – суть части мира, как и я. Наш город Чухлома замечателен тем, что здесь живут потомки двух известных родов российских – Пушкиных и Лермонтовых. Екатерина Павловна Тихомирова, она трижды правнучатая племянница родного брата великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, Льва Сергеевича Пушкина. Екатерина Павловна – почетный гражданин нашего города, участница Великой Отечественной войны и очень интересный человек. К сожалению, сейчас она не может быть с нами по причине отъезда к сыну в Кострому, а Лермонтовы, они ждут нас в гости, и мы сейчас отправляемся к ним. Евгений Лермонтов – внучатый племянник Михаила Лермонтова в 12-м колене. Прадед поэта, шотландец Георг Лермант за верную службу российскому царю получил в Чухландских землях имение. О том, что Евгений – не просто однофамилец великого поэта, он знал только 20 лет назад. Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Богатыри не вы, плохая им досталась доля, не быть на то Господней воле, не отдавлю вас Москвы. В школе еще дразнили, вот, Лермонтов этому не продавалось значение, но родители молчали, не распространялись, не говорили. Ну, обстановка, видимо, такая была. Ведь на дворянство было раньше гонение. Здесь вот поколенная роспись рода Лермонтовых. Здесь все поколения от Георга Лермонтова. Конечно, совсем полных данных, к сожалению, еще никак не собрать, из-за утери документов в архивах. Отец у меня в 11-м поколении должен быть. Это вот брат мой Юрий Борисович, и там я есть. В начале 90-х в Чухлому приехала из Москвы, Санкт-Петербурга, Франции, Австралии и даже Америки, более 50 потомков великого поэта. Они поклонились праху Георга Лермонта у стен Покровского храма Авраамиева Городецкого монастыря. Деревня моя, деревянная, дальняя, Я смотрю на тебя, я, прикрывшись рукой. Ты в легком платочке июльского облака, Веснушка к черемух стоишь над рекой. Мы выросли в одном поселке, учились в одной школе вместе. А на сцену он вышел. Сначала они в ансамбле играли, он сначала не пел, был барабанщиком. Да, а потом уже постепенно он стал уже и петь, выходить. А познакомились мы на танцах. Он просто был такой настойчивый. Он очень ревнивый был, очень так даже до сих пор, можно сказать, однолюб. Тяжело. Выживать в деревне тяжело. Охота, чтобы дети, конечно, куда-то устроились на работу. Выучились прежде всего. Школу закончат, дальше что у нас? Автобусы не ходят. Коснись больницы, все-все кругом прикрывают. Так недалеко и культуру закроют. Детям некуда, некуда. И работы нет абсолютно. Так же, как у меня, например, работа. Сезонная работа. Я зиму работаю в кочегарке, лето я стою на бирже. Если бы не было своего хозяйства, прожить это очень трудно. Очень трудно. Поддержка, свое хозяйство. Но выходит у нас зимой около 10 тысяч на семью, на четверых, то летом мы не имеем и этого. 17 лет мы совместной жизнью живем. Все бывает, в каждой семье все бывает, и хорошее, и плохое. Все переживаем вместе. Когда гладко, то понимаете, оно тоже не бывает, все ровно. Чтобы все хорошо и все ладилось, так не бывает. Друг с другом счастливы. Друг без друга не может. На любви, на терпение все это строится. Надо дорожить всем, что мы имеем, то, что самое мало имеем. Всем дорожить. Михаил и Елена растят двух дочерей-школьниц. Мечтают о лучшей судьбе для них. Не хотят такой жизни, как у самих, когда все силы уходят только на хозяйство. Я начинал работать простым егерем. Круг обязанностей обширный. И охрана охотогодий, и борьба с волками, и подкормку животных. Там у нас животные виды в районе разнообразные. И перечитать много. Рыщ, волк, барсук, янтовидная собака. Ну, у меня была в моей жизни всего одна встреча, когда я, так сказать, случайно вышел на медведицу с медвежатами. В упор. Ну, метров вот шесть, наверное, было. Она бросилась ко мне, медвежата в другую сторону. Пришлось стрелять по медвежатам. Медвежата убежали потом. Уже мать показала, как залегать в берлогу, поэтому они спокойно могли перезимовать. Мечта была моей всей жизни. Приобрести фотоаппарат цифровой с видеосъемкой. И вот в 2007 году приобрел. Сейчас я стал им часто пользоваться. Мне вот сейчас на последнее время нравится больше охота на лабази, сидеть и наблюдать. Потому что, когда сидишь на лабази, на медведя караулишь, а караулишь где-то часов пять, то за это время можно наблюдать и тетерева прилетают, и глухари, и выйдет лиса, еще какой-то зверь выйдет. И у меня есть там небольшой режим видеосъемки. Часто сижу и снимаю. То есть я откладываю ружье кровью в сторону и начинаю фотоаппаратом снимать. Даже и медведя снимал, и кабанов снимал. Я вот люблю зимнюю рыбалку, а не летнюю. Летнюю на спиннинг. Это на спиннинг у нас рыба брала лет 15-20 назад. Хорошо. По сотне штук ловили, чуть ей пороли. А сейчас плохо. Зимой ловится ерш, окунь, хороста на мотыля. Редко щучья порода клюет на блесну. Вот мне нравится такой период. Мороз такой, градусов 20. Деревья покрыты так пушком, прикрыто тихо. Чуть ножок падал. Вот тут действительно такое ощущение, как будто все это замерло. Такое непередаваемо просто. Как-то дух захватывал. От такой красоты. Есть о чем поразмышлять. Не только о смысле жизни. А смысл жизни в чем? Это хорошо, что мы живем. Есть у нас семья, есть дети, есть близкие. Есть о ком заботиться, помогать кому-то в чем-то. Когда выходишь на берег Чухломского озера, то ощущаешь, что Чухлама как бы внешне не живет в нашем веке, а застряла где-то в прошлом, где ей было уютно и спокойно. И только имя ее из тысячелетней дали зовет прислушаться. Чух, Чух, Чухлама. 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 Субтитры создавал DimaTorzok